Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас в моем новом влоге. И сегодняшнее утро я прям с самого начала снимать не стала. Сейчас я буду кушать. У нас с вами здесь мукпанг. Он настолько аппетитный, что это просто грех вам не показать. Вдруг вы не смотрели мукпанг, а смотрите влог. Какой у меня завтрак. Просто бомба. Нет, ну вы просто гляньте. Это ребрышки баранина, приготовленная в духовке. Еще у нас здесь перчик, помидорка, два соуса из Макдональдса. Они просто у меня лежали в холодильнике. Я решила тоже приспособить сюда. Это кисло-сладкий и барбекю. Но как можно это не съесть? И у нас сок это кизиль. Да, сок из кизиля, который мы прям недавно готовили. В прошлом влоге, по-моему, вам показывала. Короче, ребята, я кучу дел проделала. Я все это снимать не стала. Собрала постель, помыла полы, помыла кафель на балконе и все дела. В общем, хозяюшка. Сейчас я хочу поехать в Нью-Йоркер, в магазины. Хочу купить себе топики, где будет видно животик для ТикТока. Просто я заметила, что в последнее время я все в одном и том же в ТикТоке. И это как-то бросается, мне кажется, в глаза. Надо менять и задний план, и образы, покупать новые какие-то сережки, может, какие-то заколки куплю. В общем, я думаю, что особо снимать, что где я покупаю, наверное, не буду. После того, что произошло в прошлом влоге, мы сделали такое, знаете, грубое замечание, что «А что вы здесь снимаете?» Мне, честно, как-то даже неудобно снимать. Я, наверное, приду домой с кучей вещей и все вам покажу. Как раз скидки везти, так что этим надо пользоваться. У меня, например, парень говорит, зачем ты покупаешь летние вещи, если скоро зима. Но, например, дома я могу носить эти топики, снимать в них в ТикТоке. Все равно дома жарко, у нас отопление и все дела. Поэтому я думаю, что купив какую-то вещь на скидке, я не потеряю ничего. А может быть, что-то и на осень возьму. В общем, посмотрим, что понравится, что приглянется, то и возьмем. Прям недавно покупала в Миннесо такой кошелечек, который нахваливала. Очень удобно, на самом деле, очень нравится. Но проблема в том, что карточка сюда не помещается, как будто только для копеек. Но у меня маленькие сумки, поэтому я думаю, что я буду пользоваться. На улице достаточно ветрено, поэтому я решила собрать волосы. Такая у меня футболочка. И теперь уже любимая юбка. Погнали! Я решила не дождаться лифта и спуститься сама в физкультура. Короче, я быстренько заглянула в банк. Положила на свою карточку денежку. И сейчас уже иду шопиться. Зачем я это делаю, могу объяснить. Мне приходят бонусы, если я совершаю покупки именно с этой карточкой. Поэтому я обычно всегда покупаю что-то в магазинах, где проходит карточка. Плюс у меня садятся бонусы. И это очень выгодно получается. Вообще, я люблю оплачивать все карточкой. И меня шокируют некоторые магазины у нас здесь, которые не принимают карточки. Блин, ну в каком веке живем? Типа им это не выгодно. Ну, понятное дело, они там платят комиссию. Но в любом случае, вы теряете покупателя. Например, меня точно. Я не иду в магазины, где не принимают карточки. Здесь польщик. Кольца. Здесь тоже куча всяких браслетов. Я кое-что купила, покажу вам. Здесь еще такие сережки. Так, ребяточки мои, я потная, усталая, но счастливая. К сожалению, там поснимать мне не удалось. Девушка была абсолютно не против того, что я снимаю. Просто дело в том, что у них не было никакого коврика, куда можно было положить изделие и поснимать. И на самом деле, выбор там тоже был небольшой. Поэтому особо не стала снимать. Но сейчас я вам покажу, что же я купила. Я в восторге. Так. Да-да-да-дам. Я просто в восторге. Посмотрите, какая красота. Это такая пчелка, цепочка. Золото, 585 пробы. Сейчас максимальная просто цена на золото. Золото стоит 95 монат за грамм. Говорят, что это рекорд в истории. Но просто мне настолько хотелось что-то золотое. Помните, я вам в Мукбанке 3 дня назад говорила, что прям, ну, хочется. Я решила себе не отказывать. Хотя этот месяц был месяц расходов. Я купила себе камеру. Все равно решила такую цепочку себе взять. Здесь 2,30. То есть 2 грамма 30. Нет, ну, вы просто гляньте. Я как ребенок нарадоваться не могу. Мне очень нравится. Мама говорит, что цепочка слишком тонкая. Но мне кажется, если бы она была бы толстая, это бы не выглядело настолько нежно и красиво. Настолько утонченно. Я планирую себе купить и толстую цепочку, длинную, где-то по груди, где-то посюда. Но фишка этой цепочки именно в том, что прям тоненькая-тоненькая цепочка и вот такой вот красивый кулон в виде пчелы. Мечта исполнилась. Мечта дурака исполнилась. Короче, ладно. Ты же спишь. Спокойной ночи. Сладких снов. Слабо нет. Так, мои пупсики, я продолжаю кайфовать от своей цепочки новой. Заказала суши от Japan's Garden Sushi. Я не знаю, я вам сказала или нет, но золото подорожало. И я купила не только золото. Вообще, я шла за футболочками, за маечками, которых, кстати, не было. Уже все раскупили, потому что скидки прям, огромные скидки, 50-70%. Я сейчас вам покажу то, что я купила, потом примерю. Я мерить в магазине не стала. Я знаю, что приблизительно это будет сидеть на мне хорошо. Во-первых, там в раздевалке была огромная очередь стоять. Неохота была, реально. Я просто взяла и спросила на кассе. Они мне сказали, что если что, можно вернуть. Просто вернуть в течение 14 дней. Я подумала, окей, что мерить, если что, вернусь и верну. Сейчас я буду мерить и показывать вам, что же я купила. Это два топика. Сейчас грянем. В общем, оба из Нью-Йоркера стоили изначально 9 монат, а сейчас цена 4,99, то есть 5 монат. Вот такой вот. Это как футболка, но она облегающая. Взяла самый маленький размер. XXS. То есть это меньше, чем XS. Я всегда беру самый маленький размер. Вот. И здесь топик тоже, самый маленький. Этот топик я мерила, когда я снимала шоппинг-влог. Но почему-то в тот раз я его не взяла. А сейчас решила взять. Тоже, знаете, изначальная цена. Вот вы можете посмотреть. 9 монат, а сейчас стоит всего 5. Сейчас я примерю и вам покажу. Итак, первый вариант. Мне не нравится совершенно, потому что здесь прям просвечивается бюстгальтер. Очень тоненькая-тоненькая ткань. Я, наверное, верну или поменяю. Скорее поменяю, наверное, что-то другое. Как-то вообще не очень. Смотрите. Размерчик. Все отлично. Налезло на меня. Хорошо сидит. Но вот эта прозрачность, мне кажется, это никуда не годится. Я даже, если честно, не ожидала, что так будет. Вот этот вариант мне очень нравится. Правда, здесь немножко видно бюстгальтер. Его бы с другим бюстгальтером выносить. Ну, мне кажется, смотрится прям вау. Очень женственно, красиво. Такой, кстати, точно-точно такой есть голубой. Вот как раз-таки поменяю вот этот желтый на голубой. Очень нравится. У меня все розовое. Посмотрите, человек чокнутый. Комната розовая. Гляньте на мою комнату. Ну, как я люблю розовый цвет. А ну, вот что я могу поделать? Ну, это любовь просто. Руки сами идут и покупают что-то розовенькое. Многие мне пишут, Айка, ты втягивай живот. Вот, ребят, вот я втянула живот. Вот у меня просто. Не втянутый. Не знаю, почему мне так пишут, если честно. Но если даже я втягиваю, что здесь такого? Если можешь, почему нет? Пока мы тут с вами мерили одежду и так далее. Пока я вам показывала вот эту красотень. В общем, приехали уже. Слушай, я спустилась и взяла их. Я решила, что эту желтую я, наверное, верну. Возьму такую же, как розовую, только голубую. И еще у меня такая мысль. Я там увидела такой крутой золотой браслет, но он стоит ужасно просто дорого. И с одной стороны, я думаю, вроде этот месяц я купила камеру, купила вот эту цепочечку. Вообще, много было расходов в этом месяце. И думаю, может быть, отложить на следующий месяц. А потом я думаю, блин, этот браслет кто-то купит и кто-то будет носить мой браслет. А он идеально просто под мою ручку. Хотя мне всегда браслеты, они большие, так скажем. Поэтому я вот позвонила маме, говорю, мамочка, как думаешь взять, не взять? Мама говорит, если хороший, почему бы нет? Возьми, чем не взять и пожалеть, лучше взять и пожалеть. Золото это все-таки неплохое вложение денежных средств. Хотя многие, кстати, писали в комментариях, что все равно ты продаешь золото дешевле, чем покупаешь. Да. Но, например, если бы я купила бы золото 3 месяца назад, и сейчас бы я его продала дороже, чем я купила. То есть, это тоже неплохой вклад денег. Но дело тут не во вкладе, я просто буду это носить. Я не очень люблю бижутерию в том плане, что ее покупаешь, потом она темнеет и ты выбрасываешь. Все-таки приятнее носить что-то вот такое вот. Либо брюлики какие-то. Доставка у нас, конечно, это Japan's Garden Sushi. Вот они нам имбирь положили. Всегда кладут много, все аккуратно, все идеально у них. Вы посмотрите, какая красота. Как все идеально нарезано. Филадельфия, Калифорния с запеченными шапочками. Здесь у нас креветки в темпуре и суши-бургер. Я решила сделать какое-то разнообразие, поэтому креветки почему бы нет. Смотрите, какие они прелестные просто. И там, кстати, будет промокод. То есть, по-моему, промокоды вы можете получить бесплатную доставку на территории Баку. То есть, если вы находитесь где-то, например, за пределами Баку, в какой-то деревне и так далее, или, возможно, не близко к метро, то тогда уже платное будет. Там есть свои моменты. В общем, сейчас буду снимать для вас мук-банк просто с большим удовольствием. Я вот так вот разложила. Уже не было места для лапши. Пришлось вот в такой вот посуде разместить. Все это вы можете приобрести за 34 моната. Я думаю, что это очень дешево. Здесь вот специальный соус для креветок, соевый соус, роллы. Филадельфия наша любимая, Калифорния. Суши-бургер, так, по-моему, называется эта штука. Сейчас я сяду уже снимать. Вау, вау. Пупсики мои я немножко исчезла, так скажем, потому что снимала для вас видео закупка продуктов. Я решила закупку продуктов не путать с влогом. Поэтому как бы отдельно снимала. И поэтому это видео получилось не очень длинное. Сейчас уже потихоньку смываю макияж. Буду спать. Как мне нравится этот кулончик. И я все-таки решила, что завтра я поеду и куплю этот браслет, который мне запал прям в душу. Стоит он ужасно дорого, но хочется. Что вот мне поделать? Мне хочется. Я считаю, что я заслужила. Я много работаю. Я могу себе это позволить. Вот. Так что завтра обязательно мы с вами едем и меняем эту желтую футболку, которая вообще на мне не сидит. Я ее не мерила. Я ее просто взяла. Потому что там в раздевалке огромные очереди. Я просто спросила на кассе, что если что, можно будет вернуть или поменять. Мне сказали, да, в течение 14 дней просто не выбрасывайте чек. Ну, знаете, на крайняк, если даже не смогу вернуть или поменять, можно кому-то отдать из детей. Вот. Ну, у меня прям просвечивает, смотрится не очень, поэтому я и не хочу. На этом все, мои любимые. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я вас всех очень-очень сильно люблю. Целую. Если вам не трудно, подпишитесь, пожалуйста, на мой канал. Все равно вы меня смотрите. Мне будет очень приятно, если вы подпишетесь. Сделайте доброе дело. Порадуйте меня. Подпишитесь. Всех люблю. Целую. С вами Плайка Эмили. Всем пока.